На наших глазах время течёт, как река, жизнь идёт, всё изменяется, и с этим ничего нельзя поделать. Но мы помним своё далёкое детство, когда люди жили беднее, чем сейчас, но дружнее. Ещё я помню, какие шеренги бравых ветеранов с рядами орденов и медалей на кителях шли от площади Ленина к вечному огню. И только в такт их шагам позвякивали боевые и трудовые награды. Но ещё тогда подумалось мне, что однажды наступит очередной день победы, который не встретит ни один участник той войны. Похоже, что это время наступило. Остались на земле считанные единицы участников Великой Отечественной, последних из той шеренги, из того славного поколения победителей. И они, эти оставшиеся, нам очень и очень необходимы, как живая история, как хранители памяти, как образец служения народу и державе. Герою нашего очерка 1 ноября исполняется 95 лет, но он ещё в строю, как в той колонне, Николай Васильевич Финько. И я буду комментировать этот очерк по минимуму, чтобы мы дорожили каждой минутой общения с человеком, который живёт почти век. Я родился в Челябинской области, Октябрьский район, село Московка. Я родился в священной семье. У меня родители верующие. Дедушка читал Библию всему селу, как Левитан читает. Когда война началась, на пятый день, после восприятия Молотова, стали призывать в армию на фронт. Это было такое страшное зрелище. Плакало всё село. Направили танковое училище, город Челябинск. И во время учёбы нас водили на танковый завод проходить практику. И вот, я помню, пришли мы на танковый завод, на танковый, у нас группа было человек 30. Там мастер увидел нас, бегом к нам, пойдёмте к конвейеру. Нас расставили по линии, где танк собирают. Я смотрю, с двери выходит генерал. И направляется к нам, идёт генерал. Я скомандую, ребята, приведите в порядок, генерал, поверите с лицом генералу. Это был генерал Духов. Ему лет 40 было генералу в то время. Ну и он, все пришли курсанты к ему, он всем беседует и говорит в конце, что меня вызвал Сталин и дал команду подготовить новый танк для окончания войны, чтобы был сильнее, чем у немцев. Через пять месяцев с конвейера сошёл танк. ИС назвали Иосиф Сталин. Ну так-то неудобно, Иосиф Сталин. И назвали его ИС-2. Вот он стоит у дома пионеров. Этот танк весит 25 тонн танка. Экипаж 4 человека, механик, заражающий, артиллерист, командир танка. И вот танк не стрелял на ходу. Потому что пушка была 122 миллиметра, сильной была отдача. Вот я веду танк, вижу, немцы уходят, убегают в свою сторону. Я говорю, артиллерист, смотри, справа, 30 градусов, экипаж поехал, машины с немцами. Он понял, он наводит спуску. Когда наведёт так, по правильному радиусу, остановку. Я танк останавливаю, и он производит выстрелы. Духов, все эти там три месяца постоянно возле нас ходили. С нами здоровался. Я потом узнал, только танк выпустили, на второй. Тут же он ночью уехал сюда. Вызвал его, говорит, он. Нас ночью поднимают. Училище танковому. Постролком они говорят, товарищи курсанты, соберите свои вещи, все, которые у вас есть. Выходите на построение, на улицу. И сейчас идём на завод получать танки. И мы должны их погрузить на платформы и в 6 часов отправить на фронт. От Москвы до Кеннезберга ехал на танки с боями. Особожали города России, которые были. И до Кеннезберга я доехал. А в Кеннезберге мне было задание командира полка вывести два танка там с боя. Я поехал на танки. И оттуда возвращаюсь, прыгнул в свой танк. И меня немец вот сюда ударил. Получило тяжёлое ранение. И я вот, ну тут мне делали перевязку, вот, в танке. Пока делали перевязку в танке, кровь потекла, рука горячая. Посмотрел, с пальца течёт кровь. И я уже потерял сознание. И оказался в 5 часов в госпитале. Лежу, глаза моргают, смотрю, небо, тучи плывут. Ага, я живой, наверное. Смотрю, подход к медсестру и говорит, завтра марс мой заберём на операцию. Ночь переживите. Потом я слышу по ходу, направо посмотрю, лежат солдаты. Это был госпиталь полевой. День Победы я встретил в Нижнем Тагиле. Когда мне комиссия госпиталя хотела отправить домой меня, по состоянию здоровья меня, а главный председатель военный, ну, говорит, товарищи, у его рукоправа работает, правая рука, давайте её направим в тыл, пусть он нам поучит курсантов. Троили крупный завод, как рельсобалочный завод, по указанию Сталина. Этот завод готовил шпалы, рельсы для Украины, Белоруссии, поставил это родное хозяйство. И на завод не справлялся. Хотел туда проехать Сталина, но приехал туда, бери. Ну, и тут у нас, командир, тут приехал начальство большое, идите на завод, там покараульте немножко, чтобы там всё было нормально. И я тут вижу, Берия увидел, он тут шёл так, боевито. И потом, когда Берии доложили, что, там уже прошёл слух, что испытали атомную бомбу, надо увеличить количество людей. И вот Берия дал команду, у них же договорили, всех военных, холостых, направить в этот город для работы. Скажу вам своё мнение. Я никогда в жизни не ругался матом. Водку я пил, не пил особенно. Последние 40 лет я в рот не беру. Занимался спортом. Я всё время, я вначале жил около стадиона в домике финском, там был домик, медали. И я в 7 часов вечера там дела сделал по дому и на стадион, кайки на шею и туда. Там была дырочка, я залезу и катаюсь час-полтора на льду. Тишина. Радует то, что я пока же живу, живу, копаюсь. Ну, а что не нравится, да? Ну, хотелось бы, чтобы порядка было больше. Пожелал бы брать пример старшего поколения. Что тут добавить? Николай Васильевич не только как большинство его ровесников из ветеранской шеренги, но и как большинство граждан Советского Союза строили свою жизнь по принципу строительства дороги к светлому будущему. И скажем честно, именно благодаря им, вот таким, как Николай Васильевич, жива страна. И за державу не обидно. Благодаря им сосед соседу был как брат. Благодаря им мы и сейчас живем. Тем и живем, что это помним.